Поздравим Путина с последним днём рождения. Заодно посмотрим, как шатается земля под ногами Кадырова. Но Путина уже, к сожалению, с опозданием на один день поздравили. На Крымском мосту это было очень мощное такое поздравление, хороший подарок. Жаль, что не седьмого это произошло, а восьмого один день, ну ничего. Я думаю, Путин простит эту оплошность. Но подарок был мощный. Говорят, разрушенную часть моста временно заменит частью стола Путина по этому Кадырову молчит. Да, я видел эту новость. Скорее всего, так они и должны поступить. Конечно, именно так её и нужно. Нужно восстанавливать этот мост. Кстати говоря, ну сейчас уже очевидно, что там только одно полотно упало. То есть они по второму полотну какое-то там движение, видимо, восстановили. Но грузовые пускать, гружёные грузовики пускать по этому полотну, они, видимо, не рискнут. В любом случае, инфраструктура, вот эта вот возможность такой хорошей пропускной способности в поставках вооружения, в поставках боеприпасов, в переброске вооружённых сил, это очень сильно, как бы, нарушили россиянам. Мы не знаем, кто это сделал. Официально украинская сторона на себя ответственность не взяла, поэтому мы не будем от себя ничего говорить. Кто бы это мог сделать? Может быть, какой-то поклонник Путина решил такой подарок сделать президенту на день рождения. Томса, о чём мы, русские, должны любить укров? Они нас большинство ненавидят, всех, а мы их чё должны любить? В ответ, у них теперь братья американцы и британцы, а у нас африканцы и сирийцы. Очень интересно требовать от украинцев любви, в то время как ваша страна убивает мирных людей. Кстати говоря, по мирным домам Запорожья был нанесён удар. Это, видимо, был такой ответ Путина на Крымский мост. И крайним цинизмом, я считаю, сейчас вообще говорить про какую-то любовь. Украинцы нас любят, не любят. Украинцы сейчас справедливо вас ненавидят. Абсолютно справедливо. Когда к ним пришли для того, чтобы их убивать, сейчас там пытаться как-то вас отделить хороших от плохих, это, знаете, такие, даже не то чтобы требования, вообще такие мысли можно высказывать где-то вне Украины. Но украинцам сегодня говорить что-то вообще про россиян, как-то пытаться их чему-то, типа, знаете, ну там есть и хорошие и так далее, это украинцам сейчас это говорить в принципе неправильно. Украинцы абсолютно справедливо сегодня испытывают ненависть ко всему российскому. И это, ну это правило, ну не то чтобы правило, это такая данность любой войны. Когда идёт война, когда льётся кровь, там не занимаются вот этим вот отделением хороших от плохих. В целом всё, конечно, красится в одни цвета. Я думаю, что любой украинец, если с ним поговорить на эту тему, то он тоже скажет, что, конечно, везде люди есть разные. Но когда идёт война, сейчас рассуждать на эти темы, конечно, они не будут. Конечно, они в целом будут говорить очень жёстко. Они будут говорить эмоционально. И за это украинцев никто не может сейчас упрекать. Я видел там, допустим, Зеленский что-то скажет, там русский и так далее. И там сразу начинается, о, вот он там всех. Да Зеленский президент Украины. Страны, в которую вторглась Россия и убивает граждан этой страны. Конечно, он имеет сегодня право на то, чтобы любые жёсткие высказывания делать в адрес этой страны-агрессора. Что с Хасаном спрашивают? Друзья, есть официальный канал в Телеграме у Хасана Халитова. На этом канале я не видел ни слова про какие-то проблемы, связанные с Хасаном. Поэтому я не вижу смысла что-то на эту тему говорить. Если что-то случилось, то мы узнаем об этом на канале Хасана Халитова. Мы же видим, что там публикации идут. Значит, либо админы, либо сам Хасан. Кто-то же эти делает, эти публикации. Соответственно, ждём официальную информацию там. У меня нет вообще каких-либо очевидных оснований говорить о том, что что-то, в принципе, случилось и есть какая-то проблема. Если мы считаем, что есть какая-то проблема, то делаем дуа за нашего брата. Я думаю, даже если с ним ничего не случилось, даже если у него всё хорошо, то дуа ему в любом случае не помешает. Он будет рад, если мы за него сделаем дуа. Томсо, а как же слова Кадырова, что отправит своих сыновей воевать в Украину? Ну, это осталось словами, пока... Кстати, его сыновья стояли на этом мероприятии, тоже вооружённые. Причём, почему-то они стоят с натовским оружием. Вы заметили, что его дети держат в руках не автоматы Калашникова, а натовское оружие? Как это объяснить, Кадыров, почему? Почему ты так не любишь страны НАТО, а используешь их оружие? Наверное, всё-таки качество ты уважаешь, да? Признаёшь, что по качеству твоя страна отстаёт. София. Томсо, слышал ли ты когда-то про карту Порубано-Монте, где есть много неизвестных земель и континентов? Возможно ли, что рай находится именно там? Ведь и в Коране, и в Библии упоминается, что реки Ефрат и Тигр вытекают из рая. Я не слышал про эту карту. Я не знаю, что это за карта. Возможно ли, что рай находится именно там, где там, на земле? Нет, на земле он не находится. Это однозначно. По поводу рек Ефрата и Тигра вообще я не слышал ничего подобного. Насчёт Библии не знаю. Но в исламе я не слышал это. Но я, может быть, просто этого не слышал, я не знаю. Война обозляет и ожесточает. Удивлён тем, как украинцы относятся к пленным расистам. Ну, это уже конвенция. Украинцы, вообще Украина, как страна, которая претендует на то, чтобы стать частью Европейского Союза, стать частью НАТО, они взяли на себя эти обязательства. И отношение к пленным это тоже регламентируется международным правом. Поэтому они это всё соблюдают. И в этом плане респект, молодцы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok